МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Закрыли тему. Депутаты Рязанской городской думы разбирались с полномочиями. По ножовщина в центре Рязани, возле одной из рюмочных из-за ссоры убили женщину. Чтобы вернуться в семью, Рязанке требуется дорогая операция на костном мозге. Начнем с серьезного кадрового назначения. Сегодня президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Калашникова и назначил на эту должность уроженца Рязанской области Аркадия Гостева. Соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Аркадий Гостев родился в Шацком районе Рязанской области в 1961 году, а с 2012 года генерал-полковник полиции работал заместителем министра внутренних дел России. О кадровых назначениях, вернее об инициативе возврата таких полномочий депутатам говорили сегодня и в Рязанской городской думе. Напомню, еще в июле народные избранники пытались внести изменения в устав Рязани, которые бы позволили им согласовывать назначение замов мэра города. Но тогда против инициативы выступили и региональный Минюст и прокуратура. Сегодня на рассмотрение депутатам поступил официальный протест надзорного ведомства. На первый взгляд повестка дня городской думы не должна была стать слишком дискуссионной. 16 вопросов, уже говоренных на комитетах, и один последний о полномочиях согласовывать замов главы администрации самый принципиальный. Но полемика возникла раньше. Два изменения в генеральный план города, по которым функционал территории в районе микрорайонов Бутырки и Храпова переводили в зону лесопарков, городских лесов и зону отдыха, почему-то вызвали недовольство некоторых депутатов. Но конкретное разъяснение все исправило. Эти зоны граничат со свалками, территориально их защитить было просто необходимо. К самому главному вопросу повестки народные избранники подошли уже стесненные законодательно. Напомним, еще в июле депутаты пользовались правом согласовывать назначение замов мэра, рассматривая кандидатуру на должность первого заместителя главы городской администрации Алексея Пустовалова. На публичных слушаниях рассматривали вопрос расширения полномочий и согласования начальников управлений и руководителей муниципальных предприятий. Минюст и прокуратура высказывались против. Теперь пришел протест областной прокуратуры. Согласование кандидатур замов противоречит федеральному законодательству. Отказаться рассматривать документ депутаты не имели права. Была только мизерная возможность отложить голосование через обращение в Госдуму. Открытие представитель Новгорода за то, что вовремя муниципальных словах направили государственную официальную задушку, что надо объяснить и разъяснить, есть ли у нас такие полномочия или у нас такие полномочия. В вопросе с полномочиями инициаторы изменений попали в своеобразный цукцванг, выражаясь шахматным языком. Это когда любой ход был заведомо проигрышный. Игнорировать нельзя, принимать нет желания. За официальным отказом было бы разбирательство в суде. В итоге протест удовлетворили. 21 человек за, 18 воздержались. Полномочий влиять на кадровые решения исполнительной власти у городской думы не было де-факто. Теперь, похоже, де юре их тоже не будет. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Громкое убийство в центре Рязани. У двери одной из рюмочных злоумышленник убил женщину ударом ножа. В чем причина такого странного поступка? И кто с кем поссорился, выяснял Валерий Седов. Убийство произошло в этой самой рюмочной. Тело нашли внутри. Смерть наступила в результате ножевого ранения в шею. Погибшей было 34 года. Сейчас помещение рюмочной закрыто до конца недели. Идет следствие. А два дня назад, 23 ноября, здесь нашли тело женщины. По сообщениям СМИ, ситуация выглядела следующим образом. В рюмочный мужчина ударил потерпевшую ножом в шею слева и повредил артерию. Женщина скончалась от потери крови. По сообщениям средств массовой информации, конфликтов и громких криков не было. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался знакомый убитый. Житель областного центра, 1982 года рождения, не имеющий постоянного источника дохода. От подозреваемого получены признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Что стало причиной убийства, еще предстоит выяснить следствию. Известно только, что погибшие с предполагаемым убийцей были раньше знакомы. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанке нужна ваша помощь. В ноябре 2019 года у Екатерины Концеропятовой диагностировали мелодиспластический синдром. Сейчас женщине требуется трансплантация костного мозга от зарубежного донора. Денежные средства Рязанке помогают собирать друзья, коллеги и неравнодушные люди. Каждую драгоценную минуту свободного времени от химиотерапии и больничных процедур Екатерина уделяет сыну. Гуляет с ним на свежем воздухе, играет в настольные игры. Мальчик с большим нетерпением ждет, когда мама приедет из больницы. Это происходит нечасто. Все дело в том, что Екатерина проходит курс лечения от миодисплотического синдрома в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Десять лет назад у меня случился эпизод непонятной подъема температуры, который я лично не обратила бы на него внимания, но мои родственники, поскольку я выросла в семье врачей, забили тревогу, что так быть не должно. Но, соответственно, я прошла обследование и выявили тромбоцитопени и неясного генеза, которое, в принципе, особого внимания не требовало, потому что со временем я к ней адаптировалась, и она мне не мешала жить. В один прекрасный момент в течение длительного времени у меня была головная боль, которая ничем никак не снималась. Очень сильные боли в лобной части. На МРТ у Екатерины обнаружили изменения в носовых пазухах и порекомендовали сделать операцию. Но во время подготовки лечащий врач-гематолог забил тревогу и направил женщину в Санкт-Петербург, где уже на месте диагностировали страшный диагноз – миелодисплотический синдром. Это тяжелое заболевание крови, при котором необходима донорская помощь. Свою работу в областной ветеринарной станции в должности заведующей Екатерине пришлось покинуть. За год лечения сменилось несколько тактик. Врачи никак не могли подобрать правильную терапию. В итоге остался единственный шанс на выздоровление – пересадка костного мозга. По статистике, братья и сестры должны подходить по типированию, потому что у нас генетический материал один, родители общие. Брат мне не подошел совсем, подошла мне мама. Но поскольку моей маме уже 64 года, было проведено обследование, мы уже дошли до стадии, когда я уехала в Санкт-Петербург, ждала маму. Мама тоже приехала в Санкт-Петербург. Мы провели обследование. В принципе, клинически она здоровый человек. Но было проведено до обследования, в как раз последний день, когда мне нужно было выпить то самое лекарство, которое оставило бы меня без костного мозга. Прибежал кардиолог и сказал, что все, мы все прекращаем, потому что ее сердце просто не выдержит вот этой стимуляции. И мы собрать вещи ее и поехали домой. Поиск неродственного донора в России ни к чему не привел. Банк костного мозга в нашей стране минимален. Сама процедура по трансплантации оплачивается государством. А вот остальные расходы за пациентом. Отечественный регистр найти донора не позволил. Остались зарубежные. Но для заграничной операции нужны деньги. На сегодняшний день уже собрано миллион триста. Около триста тридцать. Ну, девятьсот тысяч осталось еще собрать. Вот, конечно, я хочу сказать большое спасибо своим родственникам, друзьям, друзьям друзей. Потому что очень все активно участвуют. Сегодня даже вот наш друг семьи, он увидел бегущую строку, приехал. Конечно, был в шоке. Я себя временами очень неважно чувствую, но у меня организм, ну, видимо, как с тромбоцитопенией адаптировался, так и к низкому гемоглобину. Он потихонечку тоже адаптируется. Деньги можно перевести на карту Сбербанк. Номер счета на ваших экранах. Екатерина надеется, что совместными усилиями ей удастся собрать необходимую сумму, и в скором времени она сможет вернуться к привычной работе и больше никогда не расставаться со своим ребенком. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Следователь Петр Железманов, раскрывающий преступления на территории Рязани и Касимова в начале 20 века, персонаж, придуманный Анной Поповой, преподавателем Рязанского государственного университета имени Есенина. Несколько лет назад доктор исторических наук, чья специализация связана с судебной системой страны, вдруг поняла, что в рамках науки ей тесно. И с тех пор пишет детективы. Марина Романюк оценила криминальное чтиво. Интригующее название первого детективного романа Анны Поповой «Солодчинский призрак» скрывает многое. Знакомые каждому жителю региона вида Солодчи, визитную карточку курорта, монастырь, намеки на мистику. С этой таинственной историей начинается деятельность следователя Петра Железманова. Герой во многом получил автобиографические черты своей создательницы. Как и Анна Дмитриевна, он закончил Московский университет, приехал в Рязань и стажировался в окружном суде. Молодой человек, хорошо образованный, неплохо развит во всех отношениях, в том плане, что он интересуется и литературой, и живописью, он пишет акварели. Я в свое время не стала учиться, но я фотографирую. В общем, Железманов перешло некоторые мои свойства. Он очень любит кошек, как и я. И одним из его друзей является шикарный рыжий кот Тимофей. Который имеет самого реального прототипа. Этот кот жил у нас в подъезде. Книга «Солочинский призрак» вышла в 2017 году. За ней последовали другие приключения следователя. В некоторых романах писательница использовала материалы реальных архивных дел. «Фальшивая императрица» – это рассказ об одной из самых крупных бан фальшивомонетчиков, которые действовали у нас в России в 1910 году. Они печатали 100-рублевые банкноты. На них была императрица Екатерина II, поэтому в народе они назывались «катеньки». И вот эти «катеньки» самопальные стали печататься в ницах. Но я сделала так, чтобы поймали их мои герои. Первыми читателями неизменно остаются сестра и мама Анны Дмитриевны, уже потом некоторые коллеги, после чего писательница отдает роман в печать. Петр Железманов довольно прочно вошел в жизнь своего автора и частенько помогает ей, к примеру, сопутствует в городских экскурсиях, которые она проводит. Это экскурсия от писателя. Как раз задача ставится тем, что я стараюсь показать город начала XX века примерно таким, каким его бы увидел мой герой. Где он мог ходить, что видеть, где отдыхать, где сходить в кинотеатр, где сделать покупки. Показываю как раз непосредственно вот в этом месте, в моем романе, например, в «Солочинском призраке» он выискивает место продажи мышьяка на новом базаре, сейчас площадь Ленина. Серия романов о Петре Железманове пока включает пять детективных историй. И сейчас в разработке новая книга, пока автор не называет сроков выхода. Ведь у нее помимо писательской деятельности лекции, семинары и научная работа. Но ее постоянные читатели уже с нетерпением ждут нового запутанного детективного сюжета. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. На этом у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова